Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобрать ваш вопрос. У моей сестры очень скоро юбилей. А вы кто тогда? То есть кто вы в этой проблеме? Какую позицию вы занимаетесь в этой проблеме? Это проблема для вас или проблема для сестры? То есть если юбилей сестры, то пусть она решает. Если это юбилей сестры, то какая вам разница? Если сестра в этом проблемы не видит, если она хотела пригласить, то пусть приглашает. Это ее выбор. Как бы если те, кого она хочет пригласить, не готовы, они откажутся, найдут предлог, не придут и все. Если захотят, то придут. Как бы вот, почему вы интересуетесь тем, что касается не вас лично. Далее. Ее близкая подруга недавно умерла и была похороном. Это, безусловно, очень большая трагедия для вашей сестры и для, значит, родителей, безусловно. Сестра хотела пригласить на свой юбилей мать ему не умерших. Ну, вы знаете, в принципе, позиция здесь может быть такая, что подруга, она, я уверен, хотела бы, чтобы ваша сестра, если она относилась к ней искренне, если она любила ее, уважала ее, она бы хотела, чтобы сестра была счастлива. Ну, я думаю, что не нужно объяснять, что счастье сестры вашей отчасти заключается именно в проведении такого мероприятия. И я не думаю, что сестра была бы против. Наоборот, она бы этого хотела. То есть, не сестра, а подругам. Подругам. Она наверняка бы этого хотела. Скорее всего, это же понимают и родители умерших. Если они, ну, адекватные такие, знаете, люди. Вот. Но, конечно, может быть, это и не так. Может быть, это и не так. И тогда можно говорить о том, значит, что, ну, эти люди просто не готовы. Вот. Значит, ваш вопрос. Уместно ли будет их приглашать, не будет ли это плохим тоном? Знаете, я, конечно, не знаю. Вот. Но на мой взгляд, на мой взгляд, ваша сестра все равно, скорее всего, общаться с ними уже не будет. Это не имеет особого значения, хороший этот тон или плохой этот тон. Вот. Просто потому, что не будут они общаться. Ну, вот, на юбилей последний раз пересекутся и все. И, скорее всего, больше уже контактов не будет, потому что понятно, что их связывало только умершая. И почему возникает, опять же, вопрос. Имеет ли это значение? Какое это значение имеет для вас? Имеет ли это значение для сестры? Ну, вот, предположим, что вы сомневаетесь. Вы можете свои изображения высказать сестре, что, как бы, ну, я считаю, да, что, ну, не надо быть. Сестра вас послушает и примет решение. Далее. Ну, выдержат ли они? Да выдержат, да выдержат, конечно. Я не думаю, что они не выдержат. Ну, просто потому что ничего не будет, ничего не случится, выдержат. Правильно ли это будет? Зависит от моральных устоев и традиций людей. От их ценностей. Вот у вашей сестры ценности такие. А у тех людей могут быть ценности другие. Понимаете? Вот. Узнать эти ценности, узнать их, можно только одним путем. Значит, вашей сестре нужно добраться до родителей, с ними поговорить, спросить, как они, что делают, чем они занимаются, сейчас, ну, в данный момент времени. Вот. Понять, что они чувствуют, как они настроены там, да. Вот. И, исходя из этого, уже принимать решение. Тогда. Вот. это, в общем, будет самая правильная позиция. иначе, что бы вы не решили, что бы вы не выбрали, да, либо вы выберете, что это неправильно, либо вы выберете, наоборот, что это все-таки уместно. Это будет додумывание за людей. Вот. А за людей додумывать все-таки, ну, все-таки не нужно. Потому что я думаю, что они имеют право выбираться сам. Вот. Вот если додумать позвонить, например, да, и услышать, что они грустные, что они говорят, да, вот мы там, тихо сидим, да, никого не трогаем. Вот. Потихонечку, как живем. Вот. Все нормально. Мы такой, тихо, тихо, нам хорошо. Вот. Мы вспоминаем, что, например, твою дочь, папа, болимся и так далее. Вот. Понятно, что в этом случае приглашать, ну, наверное, не стоит. Если они скажут, да, вот, стараемся приходить как-то жить дальше, да, нам что-то делать стараемся, как-то адаптироваться в этом новом мире, ну, в этом новом мире для нас. Да. Вот. Вот. Если так, можно пригласить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...